Здравствуйте! В студии Александра Харина. Это программа «Такой день». Для вас самые важные новости региона. В этом выпуске. Не только пара отдыха, но и возможность провести свободное время с пользой. Белгородские подростки активно трудоустраиваются на каникулах. Вышла, вот меня доктор ждала к себе помощь. Я вышла, потому что нужна ей. А плюс еще эти выплаты. Это очень приятно. За досрочный выход из декрета стимулирующая выплата теперь и для среднего медицинского персонала. В Чернянской ЦРБ некоторые уже воспользовались такой поддержкой. Я бежала, не знала, какой я бегу, потому что стартовали мы ночью. В 5.30 утра, это было темно. Новое достижение староскольской атлетки. Юлия Рыженкова попробовала свои силы в престижном международном ультрамарафоне. А вначале о главном мерах безопасности. Завтра сразу в нескольких районах и округах проведут тестирование системы оповещения. Начать планируют в 10 часов утра. Речь о Волоконовском, Веделевском, Валуйском и Губкинском муниципалитетах. Буду ждать ваших откликов. Конечно, будем реагировать, если будет необходимо. Дополнительно корректировать систему установки. Потому что в последнее время, безусловно, система оповещения в приграничных районах играет, безусловно, огромную роль в спасении здоровья и жизни мирных жителей. Продолжим. Несколько семей получили специализированное питание для тяжелобольных детей. В закупке дорогостоящих редких средств помощь оказала общественная организация «Святое Белогорье против детского рака». Детское диетическое лечебное масло «Лоренция» – единственный способ ребятам с недугом получать необходимые жиры. Любые другие масла, например, сливочные или подсолнечные, им противопоказаны. Сегодня мама ребенка с таким заболеванием получила партию на 2-3 месяца. Еще одной семье выдали крайне редкую сухую смесь, которая поможет ребенку с серьезным диагнозом. При нем средства становятся чуть ли не единственной пищей для малыша. Я когда сюда пришел, ко мне отнеслись хорошо, выслышали мою проблему. И как бы в этой проблеме мне очень-очень-очень сильно помогли. Очень огромное им спасибо. Наш принцип работы складывается таким образом, что если мы уже с семьей начинаем общение, то уже сопровождаем вплоть до 18-летия ребенка. А с некоторых пор уже и после 18-летия тоже сопровождаем. Потом, конечно же, будем поддерживать семью и стараться помогать. К другим темам. Лето для школьников не только пора отдыха, но и возможность провести свободное время с пользой. Белгородские подростки устраиваются на подработку. Региональная служба занятости населения готова трудоустроить около 25 тысяч человек в возрасте от 14 до 18 лет. Желающих ждут в организациях в сфере торговли, обслуживания, общественного питания, сельскохозяйственного производства. О том, сколько ребят уже приняли решение заработать на летних каникулах, журналистам рассказали на брифинге. Уже у нас порядка 13 тысяч состоялось на текущую дату трудоустройств. И на этот калликулярный период мы видим порядка 23 тысяч занятых подростков. Акцент, наверное, можно поставить на том, что наши подростки, они зарегистрированы, допустим, в одном из муниципалитетов, могут проявить себя и поработать в других муниципалитетах. Причем при этом нет необходимости каких-то юридических действий. Добавим, если подросток заключает трудовой договор с работодателем через службу занятости, помимо зарплаты он будет получать еще и материальную поддержку из регионального бюджета. В этом году она составляет почти 5 тысяч рублей за каждый полный отработанный месяц. На эти цели выделено 67,5 миллионов рублей. И вот наш следующий сюжет, конкретный пример трудоустройства ребят из Староскольского округа. Что мотивирует школьников делать свои первые взрослые шаги в жизни, узнала Оксана Черных. С помощью кадрового центра Сергей устроился в Староскольский зеленстрой. Для юноши это первая официальная работа. Конечно, волнуется, все ли получится. Но цель сделать первые взрослые шаги в жизни сильнее всех сомнений. Я решил заработать на свой собственный ноутбук игровой. Денег у родителей я уже устал просить, поэтому решил заработать сам. В паре с Сергеем Максим. В прошлом году здесь же он заработал свои первые деньги. Понравились условия труда и график. Начинается он с 8 часов. Нас распределяют на различные объекты. И далее мы их начинаем убирать. Возможно, требуется нас довезти. То есть приезжает специально автобус и забирает. С 12 до часа у нас потом обед. И с часом нас на новые объекты распределяют. И мы до 4 часов работаем. Все, что требуется, добросовестное отношение к обязанностям. Работа у ребят важная и интересная. Они приводят в порядок газоны, прогулочные дорожки, цветы на центральной городской площади, ухаживают за клумбами, моют памятники. Физический труд ни Максима, ни Сергея не пугает. Единственное, на что сетуют, нескончаемый мусор. Мы каждый день убираем, люди снова кидают. Поэтому кто-то иногда подходит, благодарит. Но это бывает редко. Поскольку подростки пока не имеют профессиональной подготовки, им предлагают вакансии, связанные с благоустройством, озеленением территорий. Мальчишки и девчонки могут также устроиться подсобными рабочими на предприятиях, курьерами, уборщиками служебных помещений. Как показывает опыт прошлых лет, желание подростков работать растет. По итогам 2023 года в Староспольском городском округе трудоустроено 7778 человек. В этом году дети проявляют более активное желание работать. У нас июнь месяц, уже трудоустроено 3810 человек. Ребята большие, молодцы. Вакансии для подростков размещены на портале «Работа России». За дополнительными консультациями и пояснениями можно обращаться в ближайший кадровый центр. Там помогут составить резюме и найти подходящий вариант. Оксана Черных, Сергей Лихвер. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. Сегодня по всей стране стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Не исключение и наш Белгородский государственный университет. В этом году ВУЗ планирует набрать более 7,5 тысяч студентов. 3 706 мест – бюджетное. Кто уже в первый день подал документы в БелГУ и какие нововведения при поступлении с этого года – в сюжете Маргариты Аксеновой. Сомнений, куда подать документы, у Киры не было. Решила поступать по внутренним экзаменам в Белгородский госуниверситет. Хочет пойти по стопам отца – в медицинский. Была на дне открытых дверей, и мне понравилось. Решила поступать в Белгороде. ВУЗ предоставляет гуманитарные, естественно-научные, педагогические, инженерные и медицинские профили. Также в этом году есть возможность поступить на укропненные группы и окончательно определиться со специальностью уже во время учебы. Конкретный пример – экономика и управление. Укропненная группа специальностей содержит несколько программ. Это экономика, управление персоналом, менеджмент, государственное муниципальное управление. Абитуриент, который для себя определил менеджмент, попробовал себя, может, через семестр перейти на экономику, на государственное муниципальное управление, на управление персоналом, без потери в учебном процессе. Я имею в виду без потери в дисциплинах, в часах, которые он уже изучил за первый семестр. Подать документы на поступление можно несколькими способами. По почте, через госуслуги, в личном кабинете на сайте университета или очно, в первом корпусе на студенческой 14. Вчера мы подтвердили место в лучших 40 вузах нашей страны. Поэтому с нетерпением ждем абитуриентов, которые будут и в дальнейшем нам помогать достижениям. Более подробная информация на сайте приемной комиссии НИУБЛГУ в разделе «Абитуриенту» или по телефону в Белграде 30 18 80. Маргарита Аксенова, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Двигаемся далее. Несколько специалистов Чернянской ЦРБ досрочно вернулись из декретного отпуска. Оксана Лимарева – медсестра и мама двоих детей. Когда младшему исполнилось два года, в отделе кадров предложили выйти на работу раньше положенного с ежемесячной доплатой в 20 тысяч рублей, пока ребенку не исполнится три. На предложение согласилась. Место в детском саду нашлось. Бабушки и дедушки были готовы помогать. А дополнительный заработок решили откладывать на отпуск, который в ближайшее время проведут всей семьей. Вышла, вот меня доктор ждала к себе помощь. Я вышла, потому что нужна ей. А плюс еще эти выплаты. Это очень приятно. И помощь большая семье. Как говорит Оксана, такой возможностью воспользовались и ее коллеги. По данным регионального Минздрава, уже на начало года желающих досрочно выйти из декрета было больше 80 человек из разных муниципалитетов. Напомним, по инициативе губернатора с октября 2021-го врачи амбулаторного звена и скорой помощи, которые раньше времени вышли из отпуска по уходу за ребенком, получали ежемесячную стимулирующую выплату. Она составляла 30 тысяч рублей на руки. Сейчас такая поддержка по 20 тысяч каждый месяц. Предусмотрена и для среднего медицинского персонала. И в завершении о спорте. У нашей атлетки из Старого Оскола Юлии Рыжанковой новое большое достижение. В начале года мы уже рассказывали вам о победе Юлии на чемпионате России в беге на 100 километров в Манеже. А теперь спортсменка в десятке лучших престижного ультрамарафона, который собирает тысячи участников со всего мира. Подробности в сюжете. Мечта сбылась. После многочисленных побед на российской арене Юлия Рыжанкова попробовала свои силы на международных соревнованиях. Африканский ультрамарафон Комрадс – старейший в мире и крайне престижный среди атлетов. Это одна дистанция. Мы бежали с Дурбана в Питер-Маритсбург. И этот забег интересен тем, что каждый год он меняет направление. То есть иногда ты бежишь от океана, а следующий год ты бежишь к океану. То есть год вверх, год вниз. Юля рассказывает, дистанция не пугала, а вот с регистрацией могли быть сложности. Дело в том, что места для участия каждый год разлетаются очень быстро. 25 тысяч стартовых номеров разобрали меньше, чем за две недели. Из России более полутора сотен спортсменов. С первых секунд за трансляцией забега следил муж. Юля шла нога в ногу с ближайшей соперницей. До самого финиша было непонятно, войдет в десятку или займет обидное 11 место. Я бежала, не знала, какой я бегу, потому что стартовали мы ночью. В 5.30 утра, это было темно. И когда я вышла к финишному стадиону, мне дали цветочек. Ну, розочку с ленточкой. Я не понимала, что это обозначает. Ну, я не читала до этого историю этого марафона. И потом уже организаторы надевают на руку браслет. И на этом браслете было написано цифра 10. Вот только тогда, когда уже я пересекла финишную ленту, я поняла, что я в десятке. Дистанцию около 86 километров староскольская спортсменка преодолела за 6 часов 28 минут. Чемпионка из ЮАР прибежала к финишу на 39 минут быстрее. А в топ-10 вошли еще две девушки из России. В планах в следующем году снова поехать в Африку, ведь теперь новая большая мечта – стать чемпионкой престижного ультрамарафона. Наталья Житниковская, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья. На этом пока все. В студии работала Александра Харина. Оставайтесь с первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и узнавайте о самом важном. Увидимся уже в следующих выпусках такого дня. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok